сегодня вечером я беседую с нашими олимпийскими чемпионами тренер владислав жаневский и его подопечные федор климов и ксения столбова добрый вечер вот меня интересует вы узнали что вы чемпиона вы взяли серебро вы как это отмечали вот вы позволили своим подопечным владислав выпить что-нибудь или съесть ребята взрослые потом после соревнований это это их личное время их личное дело ну как вы личное время провели вы напились чаю какого-нибудь или чего-нибудь как это вот или это вот вы были готовы к тому что вы станете олимпийскими чемпионами воды напились на допинге сначала да до этого приходилось себя в смысле воды ограничивать все вы знаете в олимпийской деревне принципе там же сухой закон то есть туда ничего пронести невозможно то есть это чтобы отметить нужно так сильно захотеть как-то так хорошо хорошо но не в олимпийской деревне потом то есть никак вообще-то не не отмечалось у вас там не было конечно отмечали на съездили в ресторан покушали выпили по бокалу может по два вина расслабились наконец вот федор раскололся видите в я не скрываю кто мам первый позвонил и поздравил вот из не знаю родственников близких друзей родственники все нам были были там да поэтому они меня сразу поздравили потом поздравили все наши руководители ну там члены федерации все да вот а потом как бы уже я стала смотреть кто звонил первыми дозвонились друзья из петербурга очень рады были за вы же кстати земляки вы же тоже из ленинграда из петербурга да и вам кто позвонил но также друзья знакомые потому что мама тоже была трибунах и сразу же поздравили а вот скажите вот мне интересно вот настроение там внутри сборной все когда вы для себя вот уже стали допускать возможность что россия выиграет игры олимпийские я не имею ввиду не про фигурное катание говоря о том что вообще будет победители потому что но вот с этой стороны я имею виду зрителей никто никто не верил мы думали ну пятое там в лучшем случае ну вот ну не знаю про третье даже не говорили когда вы для себя поняли что вот она действительно мы чемпионы и мы победители я вообще об этом не задумывали я лично после шортрека нет почему хотелось наделось что россия мы если не выиграл то как минимум поднялась призовую тройку но образует поры триумфа шартрека вот это было конечно когда 2 2 золота взяли ребята в эстафете и он лично забеги хорошо ну а когда вот ваши ребята взяли серебро для вас это было одну в рамках прогноза или это все-таки было неожиданно как вы вообще чек прогнозов или нет или вот прям тренер тренировать и я стараюсь реально смотреть на вещи реально оценивать все реалист то есть для меня это было неожиданно но приятно заслуженно неожиданно но заслуженно даже пошли себе потому что выступление было блестяще у ребят на самом деле вы в первом же интервью сказали что там были какие-то нюансы которые нюансы которые видят только специалист вот если долго работать с людьми понимаешь где можно было чуть-чуть лучше сделать а где а где было лучше чем обычно вот такие вот нюансы ну какие ранее вот вот расскажите мне как человеку который дилетант вообще воспринимает только он на экране телевизора ну что это заметно но действительно нашими какими-то там терминами выражаться там где-то не до 7 выражаетесь вы заслужили право выражаться где-то не досидел где-то не достоял где-то добросил руку не это что-то там касание было ненужное какой-то партнершей партнера сказать про касание партнерши я читал что самая большая проблема вот в парном катании это вес девочки что вот это самое вот такой вот то что спрогнозировать невозможно пройдет год и вы вас рост станет больше вес больше нет а вот возраст не тот расти вы же возраст не то трассе уже все остальное до агарда 25 говорят про это растет вроде бы до них нет нет а ну вам за весом приходится следить ну конечно почему конечно не то некоторых так складываются но вам же не приходится за весом следить я не поднимая ну да вот я прям не так строго но я конечно все равно и слежу и за своим весом тоже мне что же нужно чтобы мне было легко кататься, а не когда большой вес самому тяжело себя оттаскать, нужно еще партнерша поднимать. У меня просто во время Олимпиады была коллега моя, Чернобровина, которая вела, собственно, репортажи и находилась в деревне, и она, кстати, рассказывала о том, что ее поразило, что спортсмены вообще едят совершенно без ограничений, причем то, что считается, ну, не самым полезным, там, пиццы, какие-то гамбургеры, или это, она про другие виды спорта говорила, вы как вообще? Что вы вот любите есть? Все. Все любите есть? Ну да, что могу, потому что я аллергик, и очень много семы запынула, как я могу. А на что у вас аллергия? Эфирного времени не хватит. То вы что? Да. А я думаю, что вы спортсмены вообще с этим как-то... Нет, ну я же тоже обычный человек, спортсмен только найду. Нет, вы не обычные люди, вы чемпионы. Как вы можете вообще называть себя обычными людьми? Вы чемпионы. Поэтому я думаю, что... Мне казалось, что у вас все должно быть как-то по-другому. А если вы обычный человек, тогда расскажите об обычных девичьих радостях. Кто у вас? Вот у вас есть молодой человек? Нет. Нету? Так, Федор, а у вас? Нет, молодого человека нет. Это зачем? Главное, что в тренде. А вы скажите, вы следите за тем, что ваши подопечные делают вне тренировок, вне сборов спорта? Или вы вообще не общаетесь, не знаете, чем они живут, какие кино смотрят, что едят? Какие кино смотрят, я не знаю. Но, конечно же, примерно я всегда в курсе, где они и что они. Они, может быть, даже не знают об этом. Я стараюсь всегда понимать, где они сейчас находятся, что делают, мало ли что. Ситуации разные бывают. Помощь бытовые ситуации, когда нужна просто какая-то помощь или как-то оперативно связать с каким-то человеком. А вот вы, я так понял, что, ну, что называется, не человек прогнозов, в марте будет чемпионат мира. Вы вообще не думаете про, то есть, вот, ваша задача, как бы, чтобы ребята были в форме, или вы все-таки что-то про себя там думаете насчет чемпионата? Моя позиция такая. Мне главное, чтобы спортсмены катали свои программы чисто, безошибочно. И чем меньше ошибок они допустят, тем лучше место они займут. То есть нужно просто чисто кататься, делать свою работу, справиться с самим собой. А результат, он, как правило, уже прилагается к этому. Прямо как из учебника ответ такой. Нет, ну, это просто моя позиция уже давно. Я с детьми работаю. Вот, и самое вот, то, что я им говорю, и как я их, не то чтобы настраиваю, но это вот, я их пытаюсь этому научить, что им нужно сделать то, что они умеют. И не стараться сделать лучше. Ксения, вы себя ощущаете ребенком? Вот, ну, Владислав, он с детьми работает. Вот, Владислав для вас такой вот, ну, старший товарищ, наставник или он партнер? Нет, старший, наставник, то есть это тренер. То есть если он скажет что-то делать, вы будете делать, скажет что-то не делать, не будете? Ну, да. Вот он скажет медали сдать, скажет, будет у меня медали храниться, отдадите? Ну, разберемся. Да, я думаю, никто не отдадает. А где ваша медаль, кстати, сейчас? Лежат дома. Федора? Ну, тоже дома, да. У вас какие-то есть, ну, для всех ваших, у вас уже полно уже наград какое-то, какое-то место специальное, полочка, да, где все это хранится? Ну, это в основном дома в Питере у нас. Ну, понятно, но это все в одном как-то месте, это открытое место, то есть люди приходят в дом, Ксения, и видят, куда они попали, нет? Нет, ну, это у меня в комнате, то есть это вот так загорожено все, поэтому не особо открыто. А вы тоже вот у вас? У меня даже, честно говоря, нигде это как-то не организовано, не стоит все, просто, честно говоря, сложено в коробках, в углу, потому что нету еще такого места своего, где я мог бы сделать там... Уголок славы. Да, где-то это выставить, потому что, ну, реально просто нету своего места. Так получилось, сейчас мы живем в Москве, там у меня живут родители, там периодический ремонт происходит в квартире, и, ну, как, нету чего-то своего такого, где можно было это выставить. Все хранится у родителей, но это так просто, просто хранится. Угу. А вы, вот у вас, ваше собственное было решение, да, ведь, что вы станете заниматься вот этим видом спорта, я насколько понимаю, родители вот не очень поощряли в начале ваше занятие. Ну, они как-то так думали, что это просто детское какое-то увлечение такое, мамолетное. Каприз такой, да. Я привезла, привезла на каток, еще даже в три года, когда еще, ну, рано заниматься, я просто за руку ходил по, ну, просто ходил по льду, а в четыре года уже начал сразу заниматься. Ксения, ваш предыдущий партнер был Артур Менчук, да? Он вас поздравил? Да. А вы вообще поддерживаете с ним отношения? Да, у нас абсолютно спокойные, дружеские отношения, общаемся, поздравляем друг друга с праздниками, да и просто переписываемся. Ну, то есть, вот вы для себя, допустим, ну, как вы понимаете, что если вы остались с этим партнером, вы бы не стали олимпийским чемпионом. Там же, как и Фединис, стал тоже олимпийским чемпионом без меня. А, все дело, на самом деле, в партнерше. Ксения, на самом деле, главный человек, да? Ванислав, кто главный в паре? Вот, от кого больше зависит? Вообще, в принципе, я не про конкретное говорю, вот, ну, про ребят, а вообще в этом виде спорта. От кого больше зависит успех? От партнера или партнерши? Ну, я думаю, это, знаете, равнозначно абсолютно. То есть, они должны подойти друг другу, партнер с партнершей, очень гармонично. То есть, один должен дополнять другого, тогда из-за этого сочетания получается что-то. Но вы сейчас говорите только про спортивную составляющую или должно быть какое-то человеческое? Нет, конечно, безусловно. У всех же характеры разные, и это очень один из важных критериев. Потому что иногда просто распадаются пары из-за того, что характерами не сходятся. Но если два огня встретятся, которые будут гореть и встал, то есть, это тяжело. В данном случае Федя, он спокойный, уравновешенный, такой монолит. Надёга такая в паре. Ксюха более экспрессивная, вот она там может завестись, но потом он отпускает, остывает. Можете завестись, да? А как вас заводят? Что надо делать, чтобы вас завести? Да. Что надо не сделать, чтобы завести? А вот так вот вопрос стоит. Понятно. Ну, самое простое, это когда что-то не получается, там, да. То есть, там делаешь один элемент, там 10-20 поплы, так уже начинаешь заводиться от этого. Естественно, срываешься на кого-нибудь. Это самое простое. А вы, допустим, обсуждаете, Фёдор, вот с Ксенией, ну вот музыку, допустим. Не ту, под которой вы выступаете, а ту, которую вы слушаете. У вас вкусы в чём-то совпадают или у вас просто времени нет на то, что вы вот эти вещи обсуждаете? Да, не знаю. Ну, какие-то вещи обсуждаем. Ну, какие, например? Музыка, я думаю, там не совпадает. Какие, например? Ну, кино, там, не знаю, вроде. Да, про кино бывает, что мы там на какие-то, не концерты, а там мероприятия вроде, там, вот этот цирк Дюсалей ходили, вот там, ну, в разное время там, да, но оба смотрели, мы потом, естественно, вот такие обсуждаем там дела. А с кем вы в цирк ходили? Вот когда вы ходили? Если вы не ходили не с Ксенией, то с кем? Я с родителями ещё вот в Питере ходил. А вы в цирк с кем ходили? Ну, также с мамой. Понятно. Мама, сейчас вы ей припоминаете, вот маме, что она не хотела вас отдавать вообще, что вам услугу. Я читал, что она поставила, что вот до первого падения, что вот первый раз, когда вы на лёд вышли, то вот и вы там катались, пока просто не замёрзли, ни разу не упали, да? Да, два часа катались. Вот сейчас вы ей припоминаете вот это, что она была не права? Я наоборот, ну, говорю спасибо ей, что всё-таки отдала и поверила в мне. А если бы здесь Владислава не было, какие бы претензии прозвучали в адрес тренера? А если бы мы с вами просто вот пили, что мы там пьём, кофе с вами пили где-то, вот что бы вы мне сказали вот про Владислава, чем он нехороший? Да ничего, нет такого. Идеальный, идеальный тренер, да? И партнёр тоже идеальный, к Фёдору тоже никаких претензий. Самый лучший партнёр. Как всё, просто тоже как, вот я понимаю откуда вот это вот, всё вот эта школа, всё как по учебнику, всё социально одобряемое ответ. Не, ну видите, вот вопросы задаёте, после триумфа вопросы задаёте, если бы что-то как-то по-другому было. А это вот прям вот был триумф-триумф, или всё-таки, когда вы взяли серебро, вы думали, а могли бы из золота? Или не было такого? Это был триумф-триумф. Мне кажется, для ребят вот то, что они сделали за вот, за этот сезон, то есть после сломанной ноги и руки. То есть, не знаю, я просто, ну, для меня это какой-то сродни подвигу какому-то. Угу. Нет, вообще то, что сделала, конечно, то, что вы все сделали, сделала сборная, это потрясающе совершенно. То есть, у меня несколько не было ощущения, что это какой-то сон, что вот, ну, не может быть, чтобы мы взяли за 20 лет впервые вот такой прорыв, чтобы мы всех сделали. Это, конечно, вот потрясающе. Вы с кем-нибудь подружились там, в деревне, в Олимпийской? Какие-то новые появились у вас друзья или остались при прежних? Ну, там удалось много пообщаться, там, с иностранцами, со спортсменами, там, ну, в основном с фигуристами, ну, и там, и других там тоже видов спорта. Ну, не знаю, мне очень, как сказать, большое впечатление хорошее оставил мэр нашей деревни Лена Исенбаева, она так каждый раз там, ну, вот сколько встречались, она всегда там приветствовала, спрашивала, как дела, там, это очень такой позитивный человек и заряжала нас хорошими эмоциями. Вы социальными сетями сами занимаетесь своими или у вас кто-то ведет? Сами. Сами? Почему-то я просто посмотрел, и ваши аккаунты там очень мало, селфи, как-то вот вы себя не очень часто снимаете. А я, да, я вот это не очень люблю, я всегда даже там, если хочу там где-то сфотографироваться, я прошу, чтобы меня сфотографировали на мой телефон, но мне вот это что-то кажется неудобным всегда, ну, просто я не вылезаю, как-то не помещаюсь в меня, никогда не получаются такие фотографии, поэтому... Вы сидите за аккаунтами своих подопечных, ну, чтобы там не было чего-нибудь лишнего или нет? Ну, сейчас нет, я соцсетями не, ну, можно сказать, не интересуюсь. Это я понял, да, что вы сами как бы там не очень представлены, скажем так, но я думал, что, может быть, вы, как это называется, по сети. Очень много там лишней, ненужной информации и всякой хорошей. Ненужной, лишней? И негатива много, да, ну, вот в моем понимании, ну, кто-то там начнет, какие-то дилетанты начнут что-то обсуждать, не знаю, подноготную и очень много... Это вы какой-то прям конкретный сейчас пример имеете в виду, наверное, что-то вас задело там, нет? Ну, это было не относительно меня, а относительно кого-то, но просто, когда люди начинают обсуждать ситуацию, в которой они не разбираются и не знают, это... Ну, мне не нравится, мне это все равно осадок потом, я потом это переживаю очень долго, то есть как-то, когда несправедливо, там что-то, обвинения какие-то. Сеня, а вы по поводу чего переживаете? Что у вас, если это не связано со спортом, ну, там и понятно еще с чем, что вы переживаете? Ну, по поводу здоровья, там, тренировочного процесса, такого, так чтобы я прям конкретно чем-то, ну, так сильно переживала, нет такого. А одеваетесь вы сами? Ну, то есть, вот, ну, я не знаю, малый, малый, может, кто-то сам, может, мам советует, может, Владислав, может, Федор, нет? Нет, сама. Вы тоже, соответственно, да? Да, да. Понятно. У нас есть такая традиция в передаче, это называется «Игра в правду». Не я придумал, сразу-сразу, это французская игра, и нам ее показал Гоша Пуценко, значит, это очень просто и совсем не больно. Здесь вот фишки. Я ходил на спектакль. А, вы знаете, да, этот спектакль, Горав? Правильно, вы примерно представляете себя. Ну, как-то в свое время, там, Марат Башаров там называл, и мы... Да, да. Вот, а вы, значит, уже понял, что вот вы в разные места ходите, вы в цирк, а тренер у вас на спектакле. Значит, здесь фишки четырех цветов. Вы вытягиваете одну фишку и выбираете карточку этого же цвета. На карточках написано вопрос. Голубые – это вопросы на подумать, красные – это откровенные вопросы, желтые – неловкие. На белые – это я вам. Если белые – это свободный вопрос, я сам вытащу какую-нибудь карточку. Вы зачитываете вопросы и отвечаете или не отвечаете. Окей? Хорошо. Попробуем. Ну, начнем с девочки. Белые – ну, свободный вопрос. Ну, я, наверное, тогда выберу вам наподумать. Зачитывайте, отвечайте или не отвечайте. Вам, наверное, кажется, что вы умнее большинства ваших людей. Да. Вам кажется или нет? Ну, как-то я вообще даже не задумывалась. Ну, не знаю, я затрудняюсь это быть. Хорошо. Допустим, насчет умнее я понял. А чем-нибудь вам кажется, что вы лучше своих друзей? Ну, бывает такое. Чем? Ну, конкретно не могу сказать. Понятно. Всегда ищешь какие-то мелочи какие-то. Не девочки на ответ. Не девочки. Хорошо. Тренер будет у нас. Свободный сюда не надо? Крайне. А? Свободный. Желтый. Неловкий вопрос. Неловкий? Ну, а так они почему-то называются. Вам случалось, будучи сильно пьяным, делать что-то ответственное, притворяясь абсолютно трезво? Расскажите, как это было? С чего начали заканчивать. Так, компромат. Ну, я думаю, сейчас уже можно рассказать. Можно, конечно. Сейчас самое время, да. Когда-то отмечал день рождения, не свое, свои я редко отмечаю, подруги. И так получилось, что на следующий день была тренировка. Ну, там ничего не нужно было сверхъестественного делать, но нужно было на ней находиться. Репетировать номер, да. И да, и мне вот так пришлось сделать вид, что я там немного, что-то у меня там заболело такое. Я постоял на льду, как бы, и ушел. Но вроде как никто не понял, что я... Владислав ничего не заметил. Это было еще, это еще было давно. А то есть с Владиславом такие номера не пройдут? Да, с тех пор я такими не занимаюсь. Ну и, наконец, тренерский вопрос. Красный. Самые такие сложные. Да, да. Как часто вы удаляете смс-переписки с телефона, чтобы их не прочитал ваш партнер? Да. Не часто, но бывало. А, кстати, вы с тренером, вы на «вы» или на «ты»? Мы на «ты». Мы на «ты», мы просто знаем друг друга уже давно. Еще когда я спортсменом был, мы как-то так... Главное, что мои сегодняшние гости со спортом на «ты». Они чемпионы, впереди чемпионат мира. Я не знаю, какие есть ритуалы, и там можно сгладить или не сгладить, но я желаю им победы. Я действительно желаю вам победы. Потому что теперь, мне кажется, что после Олимпиады все возможно. После того, как мы вот... Ну мы, я говорю, страна сделает все возможно. Субтитры сделал DimaTorzok